Беларусь Аутара у рейтингу привело им к нене режиму Лукашенки до войскового союзу с Россией. Увы, нюк, Украина военизавалася разом с Российской Федерацией и одночасово повеличила колькасть силовиков, каб захавать теперешний политичный режим. Так само эксперты называют Россию разом с Китаем головным поставляльником сброи у Беларусь. У тройку лидеров свету поводля узровнюю милитаризацию выходят Украина, Израиль и Армения. Россия займая десятую позицию. Беларусам пропановывают профинансовать выборы. Центральная выборчая комиссия Беларуси открыла пазобюджетный фонд для додаткового финансования выдатков на рыхтовании и проведении выборов депутатов у один и день голосования. Про это поведомила пресс-служба ЦВК. Сродки, что поступили у фонд, будут выкаристовываться для оплаты додатковых выдатков, связанных с проведением выборов депутатов у один и день голосования. Выраб бланков документов для выборов, информационных плакатов, плакатов с датой выборов, материально-техническое обеспечение территориальных, округовых и участковых выборчих комиссий. А крымя фонду, с бюджету Беларуси на лето на проведение выборов и референдумов вылучать больше за 34 миллиона рублей. 25 лютого 2024 года в Беларуси пройдуть выборы у мясцовые советы депутатов и палату представников. Под час выборов будет заборонено фотографовать и выкладать в интернет заполненные бюллетени. За это погрожает административная отказность. Держ Сократар означал, что премия Станиславу Ивашкевичу уручается за ягонную непохисную адданность боротьбе с коррупцией и узмацнению здеяния санкций о супраць России и Беларуси. Все лето беларуский расследовательницкий центр выпустил около двух десятков расследований, где раскрыл коррупционные схемы, шляхи обыходов санкций в ее развязыве из США, на яких зарабляет семья Александра Лукашенко и наближенная. За 2023 год БРЦ раскрыл схемов больше, как на 3 миллиарда долларов. Супрацию по Межзлучинными Штатами Америки и демократичными силами Беларуси треба зарабить максимально практично и заплановать ее конкретные кроки. Такую думку выказала представница Веднанного переходного кабинета у национальном адраджене Алина Коушик на первой сессии стратегичного диалога у Вашингтона. Я думаю, что выники диалога подводят зарану. Это только начало наших встреч. Это только начало этой стратегической работы, которую мы начинаем вести сейчас уже на систематическом уровне с нашими американскими партнерами. Вельми важно, что тут присутствуют процедурники разных политических структуров, процедурники грамадянской супольности, процедурники медиа и процедурники бизнеса. Коушик выказала спадзем на допомогу американских специалистов бороться без пропаганды. Церот пропонувал супрацы под трымание аддукационных проектов, тем лику стипендов для беларусов, так само створение Центру беларусисты к одним из американских университетов. Помилованного Лукашенком, Романа Протасевича унесли в так званый спис экстремистов. В списе побыч с его прозвищем стоит познака – судимость непогашенная. Так само у перолик грамадянов, дотычных до экстремистской деятельности, Министерство внутренних справа удадало Яна Рудика и Степана Путилу, яких судили завочно разом с Протасевичем. Все лето у травни Роману Протасевичу присудили 8 годов позбавлення воли. Степана Путилу и Яна Рудика суд завочно приговорил на 20 и 19 годов отповедна. Поздней Протасевича помиловали Софью Сапегу, якую силовики схапили разом с ним, выключили с так званого террористичного списка ДБ. Экстремистский статус так само отрымал полидзняволенный Нобелевский лауреат Алис Беляцкий и его коллеги правооборонцы Валентин Стефанович, Владимир Лапкович, Дмитрий Салауёв. Литовский президент Гитанос Науседа плануе балотоваться на другий термин. Президентские выборы у Литвии отбудутся у травни 2024 года. Науседа найбольш популярный теперь политик у Литвии. По водле компании «Вил Морус» 65,5% респондента установча оцень в эти годную деяності только 16,5% ставятся до теперешнего президента негативно. Науседа ни одной чы казаў про необходность унифіковать обмежаванні для грамадзянаў Беларусі і Расей. Хаця і сустракаўся са Светланай Тихановска, яка імкнецца довести, што треба размежавуваць улады Беларусі і беларусов. На климатычным саміте ў Дубае гитанос Науседа разам с проставніками Латвії і Польщі Эдгаром Рынкевичем і Анджеем Дудам бойкотувал супольное фотографування. Боим удельничав Александр Лукашенко. Армінія і Азербайджан планують заключить мирную домову. Україна вызвали некольких паломных войску, союзробили одна одно інші жесты доброй волі. Йераван і Баку подтвердили, що збираються подписати мирную домову, заснованную на шанованні принципу суверенітету і територіальній целостності. Кіравнік Єурорады Шарль Мішель вітал домовленості паміж двума країнами і безпрецедентне адкрыцьо палітычнага діалогу паміж імі. Армінія і Азербайджан дзясяці годдзі мі конфліктовалі за Нагорны Карабах, населіны пераважна этнічными армянамі. У вересній 2023 года армія Азербайджану вернула Карабах пад свой контроль. Калі вы глядзіць я гэты выпуску Ютубі, заклікаю ставіць ўпадабанні і коментаваць. А так само аналітику падзею глядзіць ў вечаровых виданнях «Аб'єктыбу» і студы на телеканалі Белсад.